На выставке в Щелковском историко-краеведческом музее представлены материалы конца 19-го и начала 20-го веков. Экспозиция приурочена к 125-летию железнодорожной станции Щелково и к 90-летию Щелковского района. Музей сделал то, что необходимо сделать, и мы здесь прослеживаем историю. На выставке представлены фотографии железнодорожных вокзалов, предметы старины, документы эпохи, когда вдоль Ярославской железной дороги возникали поселки рядом со станциями и платформами, там, где движение поездов становилось регулярным. Экспонаты характеризуют время бурного развития промышленности и просто атмосферу железнодорожного путешествия, быт людей, севших поезд. Конечно же, крупные предметы, они всегда являются украшением выставки. В данном случае прекрасный телефон из усадьбы Фрианова, кромофон рабочий, который нам предоставили на эту выставку. Это, конечно же, кузнецовский фарфор, который у нас есть здесь на выставке. Это одежда, которая у нас стоит на станции Щелково, будем так говорить, и багаж. Потому что все эти вещи очень трудно сохраняемы. К сожалению, наш долгий советский период, он к таким роскошествам не очень хорошо относился, и быстро-быстро это все уходит вместе со старшим поколением. Но я хотела бы отметить, наверное, самое важное, что все-таки это документы и фотодокументы, без исключения все. Потому что по ним мы изучаем историю. Музейный проект создавался на основе материалов трех музеев, как из нашего округа, из Щелково и Фрианово, так и из соседнего, из Мытищ. Посетителей нужно приглашать на такие выставки, потому что это рассказ не только о каком-то далеком прошлом. На самом деле это рассказ о том, как начинались наши города, наши населенные пункты. Потому что очень во многом их развитие связано с железной дорогой. Подготовки выставки принимали участие и частные коллекционеры. Много чего такого интересного, что говорит и не только о путешествиях, да, и, конечно, когда ты входишь в вагон, прежде всего, конечно, это купе, да, некуда больше спешить, все, ты сел, больше никуда. Как бы поезд долго не ехал, как бы он близко не ехал, ты нескому замкнутому пространству и начинаешь, конечно, вести разговор. Вот этот разговор здесь и происходит, конечно, да, начинается разглядывание вещей, и начинается кто-то чем-то, ну, не то что хвататься, но говорить о том, что езди, был, что делал. Это все как раз здесь и показано. Музейная экспозиция «Путешествие по железной дороге на рубеже 19-20 веков» в Щелкове в историко-краеведческом музее на Советской улице 54 будет работать до 10 ноября. Андрей Цехадович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.